Злой мужик на переднем сидении, всадник без головы на четырёхколёсном машине для убийств, готовый на всё ради лишней сотки, автомат поглощающий ваши деньги ежеминутно и не выдающий сдачу назад. Вы ещё не поняли кто это? Уверяю, каждый из вас сталкивался с ними и не раз. И имя им таксисты. Вот это поворот! Вы можете совершать любые противозаконные действия без страха, что ваше прыщавое лицо будет идентифицировано кем-либо в суде. Смотрим! Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера! Это восьмое видео из рубрики «Чавой». В данном видео мы с вами рассмотрим фракцию таксисты, точнее таксомоторный парк. Рассмотрим функционал таксистов, примем вызов и также с вами рассмотрим систему масок и шлемов на сервере. После того, как мы получаем с вами комплект, наш комплект составляет баллончик, рацию и одежду таксиста. Для того, чтобы одеть одежду таксиста, выбираем ее, нажимаем «Использовать» и, соответственно, переодеваемся. Садимся в наше такси. Далее, команды по фракции можно посмотреть в «Хелпе». Если быть конкретным, это «Такси Дюди» — это заступить, закончить дежурство. «Такси Лайт» — это включить и выключить шашку такси сверху. «Такси Фары» — это включить и выключить счетчик. И миссия — это «Халтурка от начальства», она доступна только с одного рамка. «Халтурка от начальства» заключает в себя, вы забираете пакет и привозите его по конкретному адресу. Для того, чтобы начать дежурство, прежде нам нужно включить радио, поэтому используем команды «Утопнуть радио». После этого мы с вами включаем «Такси Дюди» и, соответственно, заступаем на дежурство. Стоит отметить, что если вы не включили радио и не вышли на дежурство, то, соответственно, вызовы вам приходить не будут. Счетчик включается конкретно, когда к вам садится человек. Если счетчик не включен, то вы не будете получать деньги за проезд. Цена на проезд устанавливается лидером таксомоторного парка, соответственно, в офисе такси. Вот мы с вами видим, что пришел вызов для того, чтобы его подтвердить. Вводим команду «Accept Call». Нам показывается маркер. Принимаем вызов и отправляемся на него. Вот мы с вами приехали на место. Как вы видите, ваш персонаж автоматом сообщил, обеспечивая то, что мы прибыли на место вызова. Теперь к нам садится пассажир. Для того, чтобы включить счетчик, пишет команду «Такси фары». Как вы видите, выключили счетчик. У человека пошел отчет. За каждую минуту, проведенную в нашем такси, он получает, точнее, он платит, соответственно, сумму, которую выставил наш с вами руководитель. Давайте отвезем его, к примеру, обратно в такси парк. И рассмотрим с вами систему масок и шлемов. И, соответственно, посмотрим, сколько денег мы за это получим, за нашу поездку. Для того, чтобы получить деньги, пишем команду «Такси фара». Или в случае, если клиент выходит, то мы автоматом опять же получаем. Если у клиента денег на оплату такси нет, то он автоматом выбрасывается с нашей машины. Если мы выходим с вами из машины, то мы автоматом прекращаем прием вызовов, и, соответственно, наше дежурство на этом заканчивается. Стоит отметить, что помимо денег, которые таксист получает за перевозку клиентов, также есть фиксированная цена, которую таксист получает в конце своего рабочего дня, то есть в конце каждого часа, соответственно. Теперь мы с вами рассмотрим систему маски и систему шлемов. Мы просим нашего клиента одеть маску. И, соответственно, посмотрим, что после этого произойдет. При использовании маски другим человеком, его порядковый номер ID, который у него указан над головой в данном случае 10, меняется. Как вы видите, мы видим сообщение, что человек в маске, его ID показывается как 190 370, то есть, соответственно, при онлайне хотя бы больше 10 человек, мы уже не сможем с вами использовать тап и посмотреть, кто конкретно перед нами стоит. Также, если человек в маске или в шлеме что-то пишет в чат, то мы не видим его ник, а видим только сообщение наподобие человек в маске, человек в шлеме сказал то-то, то-то. Давайте на примере с вами посмотрим, открываем наш инвентарь. Давайте тоже оденем, давайте оденем шлем, использовать. Вот, как вы видите, мы с вами надели какие-то циклеты в шлем, теперь давайте что-то напишем в чат. К примеру, вот тест. Как вы видите, человек в шлеме говорит, то есть, соответственно, наш с вами ID также поменялся с двухзначного, с трехзначного, соответственно, в соответствии с вашим порядковым номером, поменялся на шестизначный, и опять же, через таб очень трудно вычислить, кто это очень помогает. При отыгрывании определенных ситуаций, к примеру, грабите магазин или участвуйте в законных действиях, вы сможете легко скрыть свое лицо и, соответственно, обезопасить себя от будущих проблем. Стоит отметить, что администраторы могут в любой момент проверить конкретные ID маски, и узнать ваш настоящий ID, поэтому не стоит думать, что вы самый хитрый, одевать маску или одевать шлем и при этом нарушать правила сервера и не вести себя неподобающих в том плане, чтобы устраивать DM или устраивать другие действия, которые запрещены правилами. В любом случае, администратор сможет узнать ваш настоящий ID и будет действовать в соответствии с правилами сервера. А на этом все. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы стараемся для вас. Задавайте вопросы. До новых встреч. Продолжение следует...